Всем привет, с вами Акер Механик. Какое-то время назад я совершил реально трехдневное путешествие, чтобы понять, как производятся реально зимние шины. Сегодня опять шок-контент. Едим на завод Nokia. У меня есть много интересных вопросов. Покажу вам, как работает завод Nokia. Сегодня будет первая серия. Когда мне поступило предложение посетить завод Nokia в России, которых, кстати, всего два, кто не знает. Один находится в Финляндии, который производит какое-то малое абсолютное количество шин. И основной завод этого бренда, который является крупнейшим производителем зимних шин на мировом рынке и поставляет порядка 30 с лишним процентов вообще мировых шин среднего класса и премиум сегмента в мире. А в последнее время к ним у автолюбителей было очень много вопросов. Ввиду их ценовой политики. Вообще шины сейчас стоят очень дорого. Как вы знаете, в больших диаметрах шины переваливают стоимость за 25-30 тысяч за покрышку. Это реально много. И чтобы купить такие шины, нужно иметь какие-то преимущества. Меня интересовало, что такое завод Nokia в России. Что это такое? Это какой-то полуфабрикат или это полный цикл производства? Я знаю, что такое производство автомобиля с нуля. Второе. Мне было интересно, из чего производятся шины Nokia. Вы понимаете, да, не то, что они делаются, например, из каучука и какой-то резиновой смеси, какой-то проволоки или еще чего-то. Мне интересно, какой материал использует данный бренд. Откуда он его берет и так далее. Какая степень автоматизации производства? Что такое контроль качества по Nokia? Какой брак все-таки? Есть ли он вообще? Какая степень автоматизации? То есть, что делает покрышки? Роботы какие-то? Или, может быть, это люди вручную? Потому что, чтобы вы понимали, завод современный, чем больше на нем автоматического труда, тем он эффективнее, тем больше, скажем так, владельцы, акционеры бренда, компаний получат прибыли. Меня интересовало, какой объем производит данный завод и куда все-таки поставляются, и для кого делаются шины, произведенные на нашем российском заводе Nokia. Как производится технология шиповки, где она производится, и самое главное, мне было интересно, где все это испытывается. Ну, давайте приступим, и, надеюсь, после этого видео вы поймете, как производятся шины конкретно на заводе Nokia, и как и где они испытываются. Итак, когда мы, в принципе, заезжали на завод, что меня удивило, что площадь этого завода, даже визуально видно, она гораздо больше, чем я недавно был на заводе Nissan, где производят автомобили. Сколько деталей в автомобиле. А тут завод шин, да, и он по площади просто реально огромный, по-моему, 500 гектаров, если не ошибаюсь. Это сразу я понял, что это какая-то большая история. Завод себе представляет полный цикл. То есть это не какая-то второсортная ерунда, куда все поставляется, например, из Финляндии, так как вы знаете, Nokia это финский бренд, а все делается конкретно во все вышки, начиная с приготовления смеси, с получением первичного сырья, то есть такие там как каучуки, всякая химоза и так далее и тому подобное. То, что я первое увидел, самое первое, из чего делаются эти шины. На мой вопрос, что за материал используется, понятно, что это какой-то различные силиконы, секретные какие-то составы, есть основной материал, это каучук, да. Каучук используется российского производства. То есть шины Nokia делаются из каучука, который поставляется с нефтеперерабатывающих заводов России. Натуральный каучук. Да, кстати, этот каучук, который поставляется, скажем так, российского производства, это искусственный каучук. Это результат нефтепереработки. А вот натуральный каучук, который является самым дорогим, самыми лучшими техническими свойствами, вот, этот материал тоже используется, но он используется, во всяком случае, этим производителем, про других я говорить не буду, но мне сказали, что для особо ответственной части шины, а именно, когда, то есть где находятся силовые там, каркасы, нити, волокна, корды и так далее, вот там используется натуральный каучук. Если из натурального каучука делать шины, вот, то на данный момент шины будут стоить гораздо больше, намного. Поставляется это из Бразилии, азиатских стран. Что используется еще в шинах? В шинах используется текстиль. Текстиль используется либо там турецкого производства, либо азиатского. Ну, это может быть и Китай, там и так далее, и тому подобное. Для кого делаются все эти шины? Чтобы вы понимали, там десятки миллионов штук в год делается. Как нам заявили, в день завод Нокиан производит порядка 50 фур шин. Так вот, для кого все это? Естественно, основной рынок сбыта шин завода Нокиан во все Воложские, да, это не Россия. То есть, шины, которые производятся у нас, различных типоразмеров, и причем не обязательно шипованные, они могут быть и скандинавского типа, зимние шины, не шипованные, фрикционные, так называемые, и могут быть шины просто фрикционки европейского типа. Это рынок Европы. Порядка 40 процентов. То есть, шин Нокиа производится на экспорт в частности в страны Европы. 30 процентов занимает рынок России, и остальное идет в различные страны. Китай, и так далее, и тому подобное. Слухи о том, что к нам относят самые, там, скажем так, нерентабельные производства, это всего лишь заблуждение. Что мне еще интересовало? Сколько работников на заводе, и сколько степень автоматизации производства данных шин. Вот как я увидел, по правде сотрудников очень мало. Так же, как и на складских помещениях, на производстве раскатки, например, первичного сырья, и так далее, используется очень мало людей, там, как правило, очень много даже такелажных роботов. Вот, все автоматизировано, все делается по определенному таймингу. Следующий момент. Это автоматизация производства КТКО. В большинстве своем для производства используются автоматические линии. То есть, во всем практически. То есть, даже подача материала, сырья и так далее, все подается роботами. То, что вы сейчас вот увидите, в большинстве своем было разрешено снимать, это, скажем так, одна треть часть того, что можно было снимать, так как все-таки мы находились на коммерческом предприятии, где много различных вещей, просто техническое ноу-хау, и это все жестко контролировалось. Но от себя, чисто на словах, могу сказать, что многие операции проводят реально роботы. Это сохраняет и местность, капкад, компактность. Например, один большой робот, да, может работать на 4-5 различных линиях, а эти 4-5 линий контролирует просто, что они работают, там не остановились по аварии и так далее, один человек, да, то есть, вы понимаете. Там же и происходит контроль качества. Сбор, как таковая, что меня интересовало, что из себя представляет современная зимняя покрышка. То есть, вот в моем обывательском, для вас, обывательском понимании, я вот для себя понял, что зимняя покрышка состоит из, поначалу, это куча маленьких деталей. Это корт, боковина, вот, часть протектора и так далее. И все это собирает специальный робот. Он есть, кстати, полуавтоматический, ну, полуавтоматический, я бы не сказал, это, то есть, на две трети это делает все техника, а оператор кое-что поменяет, кое-что помогает, и включает его в нужный момент, то есть, определенную линию, да, а есть и полностью автоматическая линия, где реально все подается автоматически, все вот эти запчасти, из которых собирается покрышка на первом этапе, и, чтобы вы понимали, не вулканизированная, и это все делает, все роботизировано полностью, то есть, она собирается, скажем, из пяти частей, прихватывается, и получается заготовка, я спросил, сколько проходит времени, то есть, вот, например, сколько производится автомобиль, то есть, вот первая запчасть произведена, сколько нужно, чтобы автомобиль произведен, я тоже задал такой вопрос, производство, от начала до конца, полностью по крышке, когда на нее налепили стикер, она прошла, все аспекты проверки, контроля качества, так далее, происходит порядка трех суток, трое суток, ребят, то есть, вы понимаете, что это не какая-то быстрая история, чтобы произвести одну покрышку, то есть, от одной линии до другой, до конца, проходит трое суток. По поводу контроля качества, меня интересовало, потому что многие из вас, наверняка, бы тоже задали вопрос, во всяком случае, у меня были вопросы, что, как вы помните, например, Nokia HAC, например, пятого поколения, да, и сейчас восьмого, износостойкость ее, ну, на мой взгляд, реально падает, то есть, шины стираются гораздо быстрее. По поводу контроля качества, процент брака, скажем так, покрышек при производстве составляет менее одного процента. Много это или мало, не знаю. При производстве много, десятков миллионов покрышек, да, наверное, это, ну, достаточная величина, но, я считаю, что если они выявляют этот брак, они пускают его, скажем так, своим дистрибьюторам, это о чем-то говорит. По поводу конкурентных преимуществ, и есть ли они вообще, как они используют, например, нововведения, которые вводят другие производители, а именно, например, ну, современная тенденция, как вы знаете, увеличение количества шипов, и вклеивание этих шипов, скажем так, уменьшение их размера. конкретно, бренд Роккер говорит, что никакого конкурентного преимущества для вклеивания шипов, и увеличение их количества не влечет за собой улучшение каких-то явных характеристик, там, больше, там, 10%. То есть, это какие-то маленькие цифры, и поэтому они считают, что этого делать не нужно. Что еще меня удивило? Конкретно, зимняя резина с зимним протектором, в момент вот конкретного запекания и вырезания протектора, тогда же формируются отверстия под шипы. То есть, вы понимаете, да, то есть шип вкручивается потом, грубо говоря, не по мясу, не сверлится там дырка, а дырка уже под шип готова. Поэтому конкретно, например, на шинах Nokia, да, ну, на мой взгляд, шипы наиболее больше ходят. Так вот, у меня были вопросы но к Nokia по поводу шиповки, хоть они и считают, что их новые шипы, которые, кстати, на некоторых моделях увеличены на 15%, они из другого материала. То есть, если посмотреть на старый шип, да, кто помнит, старые шины Nokia, это были вот такие вот стальные шипы, да, которые, ну, через один сезон уже покрывались все ржавчиной, да, например, вот, они посчитали, что это минус. Хотя этому шипу спустя могла покрышка, если шип не вырывала, то ему ничего не случалось, он не стачивался. Что не могу сказать о современных шипах. Сам езжу на Nokia, да, но у меня хака седьмая, ею два сезона. Некоторые шипы просто тупо обламываются, вот. То есть, они считают, что это зависит от типа вождения, с чем я, в принципе, не согласен. Шип сам по себе изменился, он стал из другого материала, он стал многогранный, он увеличился в размере, увеличилась величина его посадки внутрь протектора. Что говорит о себе, то есть, он хорошо работает только тогда, когда он стоит вертикально к поверхности зацепа. Вот так вот. И последнее, ребят, где все эти шины испытываются. Я сделал отдельное видео по этому поводу, как и где мы гоняли на тестовых автомобилях. Ну, а с вами был Акер Механик. Надеюсь, видос вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вам понравилось. Поставьте этому видео какую-то оценку. С вами был Акер Механик. Всем спасибо. И тестовое видео, как мы испытывали шины Nokia, будет тоже на канале. Пока!